В жизни каждого мужчины уступает тот жестокий момент, когда приходится выходить один на один к миру, идти в магазин и покупать себе новый шмот. Да. Но это немножечко история о другом. Я оказался один в квартире. Наконец, началась самостоятельная жизнь. Страх и одиночество одолевали мою психическую составляющую, которая так была сломлена. Первым делом я, конечно же, подошел к холодильнику. Обычно там стоял кастрюля с супом или борщом. И сковородка с чем-то тоже вкусненьким. В этот раз там была абсолютная пустота. Ничего не было. Ну, я смекалистый парень. Поэтому я понял, что продукты берутся, я знал с детства, продукты берутся обычно в холодильнике из магазина. Пришел в магазин, сделал пару кругов, не нашел того, что хотел и сразу в поисковике вбил, в каком отделе продается борщ. Хорошо, что я у кассира этого не спросил. Но я не нашел ответа, но нашел тоже такого же идиота, как я, видимо. Он вот что спросил. В каком отделе магазина продаются зубочистки? В пиломатериалах. Я думаю, ты что, дурак, что ли? Спрашивает про зубочистки. Ну, ты что, еб твою мать, ты не мог у кассира спросить или еще что-то? Ну, нет, если... Блин, прикиньте, реально чувак стоит такой в Вашане. Размером километра на километр. Такой просто смотрит туда, стеллаживает туда. Ничего вообще не видно. И такой просто в интернете вбивает. В каком отделе зубочистки? Он ходит, ходит такой, туда-сюда ищет и ты ищет. Он думает, наверное, они думают, что я хочу что-то украсть. Уже охранник за ним ходит. Сука, может быть, спросить у них-то нет. Они подумают, что я придурок какой-то. Зубочистки не могу купить. Охранник все ближе и ближе подходит. Ужасная ситуация. Со мной такого не было. Я вспомнил кое-что важное. Что в супе, в вещах, там, есть какие-то овощи. И я пошел к овощам. Картошку с свеклой я сразу перепутал. Ну, потому что они коричневые и в грязи все. Откуда я... Так и произошло как-то раз. Я варил себе картошку. Варил ее, варил, варил, варил. Еще раз варил. Достаю, разрезаю. А там что-то красное. Твою мать, это свекла. Ну и ладно, похер, думаю. Сожрал я. И еще я вспомнил, думаю, что еще там может быть? Мясо, думаю, точно. Но я не буду покупать. Там уже в супермаркетах в основном только курица маленьких. И ничего подобного. Я думаю, я пойду и куплю на рынке. Это была отдельная история. Я захожу на рынок в мясной отдел. И я увидел его. Гигача. Мясник. Как он работал топором. Вот это мужчина настоящий. Он просто рубил свиней налево и направо. Вокруг него, как на пьедестале, на витрине, были свиные головы. И они словно намекали. Их взгляд смотрел на меня. Я шел мимо. Голова поворачивалась. Все равно смотрел на меня. Не подходи сюда. И я реально боялся подходить. Я смотрю на него, как он работает орудием своим. И думаю, да. Этот босс будет наверняка в финале. Думаю, да. Это страшно. Но я все-таки подошел. Подошел к кассирше и уверенно сказал. Мне, пожалуйста, филе. Она такая говорит. Какое филе? Я говорю, еще более уверенно говорю. Филе мясо. Она говорит, какого мяса, молодой человек? И тут я понимаю, что, видимо, что-то я не так разбираюсь в жизни. Мой, твою мать. А оказалось, что филе это не грудка куриная. А филе это называют мясо, отделенное от кости. Твою мать. И я быстро, быстро понимаю. Думаю, еб твою мать, сколько всего в жизни интересного. Люди жалуются, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. Там прокрастинация, еще лень. Не вижу смысла. Такая красота просто. Я реально вышел и пошел. Нашел для себя новый мир. Это только мясной отдел. А там еще бакалея. И я такой думаю, филе... Кишейки. Индейки, сказал. Она говорит. Вообще-то это не филе. Ну и что-то запаковала там мне. Дала пакет. Я... Испуганный пошел. Я, значит, достаю пакет. То, что он там завернул. А смотрю... Пенис. И она реально похожа. Шея индейская. Я сразу вспомнил про женщин. Одиноких женщин. В мемах, про которые очень часто упоминаются огурцы. Ну, во-первых, огурцы пупырчатые. Это реально хардкор. Ну, если даже мы говорим про большие, длинные, зеленые. Вот такие вот. Но они тоже твердые, все дела. А вот эта шея, я посмотрел на нее, думаю. Женщинка. Мне кажется, я нашел для тебя новую игрушку. На самом деле, это глупо и не смешно. И я начал готовить. Да. В баранку попытался свернуть эту шею. Засунул ее в кастрюлю. Потому что она такая... Она выпрыгнул один раз. Я ее снова засунул. Начал варить. Конечно же, во время приготовления я порезался. Три раза чуть палец не отхерачил. Еще в магазине. Вот это вот. Да. И я, значит, засунул туда. Эту крышку закрыл. Ушел. Что я стою у окна, думаю, блин. И секунды считаю. Думаю, блин, не рванет. Там сколько надо ждать-то? Прихожу, смотрю. Она покоричневела. Она стала похожа на мясо. До этого было красное. Я на нее смотрел, думал. Думаю, я это есть буду. Охренеть. Мир полон тайны загадок. Потом я закинул овощи туда. Ну и все дела. Ушел. Снова ушел. Там хожу, думаю. Думаю, как я буду жить. Вот. Ну и через какое-то время прихожу. Открываю крышку, значит. Смотрю, думаю. Ну. На суп, конечно, не очень похоже. Но мясо покоричневело уже хорошо. Правда, картошка. Все-таки надо было ее порезать. Перед тем, как закидывать. Я почему-то думал, что мясо должно равномерно распределяться по всему супу. Но не получилось. Я понял, что надо ее порезать. Но резать там не нужно было, кстати. Потому что это шея. Я просто полчаса отрывал мясо от этой шеи. Задолбался уже. Думал, какой идиот. Какой идиот придумал вот это вот, чтобы мясо налепить на кости. Маразм. Серьезно, жрать неудобно. Это был пиздец. Ну, я попробовал. В целом, похоже. На самом деле, даже с едом. Пришлось. А что еще жрать? Пришлось. Я просто как настоящий мужик, который уважает себя. Я не питаюсь бич-пакетами всякими. Поэтому я решил, буду... Ну, по крайней мере, до этого момента не питался. После этого я пошел на диван. Лег и подумал. Какой же я пиздатый все-таки. Наверное, в анкете надо указать свои навыки. От баб отбоя не будет просто. Я буду писать им. Ты моя богиня. Ты будешь лежать. Ничего не делать. Я буду готовить и кормить тебя индюшачьими шайками. Так и прошел мой день. Первый день. Потому что дальше только интереснее. На следующий день я познакомился со стиральной машинкой. Оу-е. Но это вот... Но это в другой раз.